Всем привет, друзья! С вами Нильвгорн, и вот при записи начинаем запись. Сегодня, конечно же, поиграем в Факторио, хоть это очевидно, но всё равно я об этом скажу. Что же произошло за кадром? Во-первых, за кадром я сделал этот невообразимый сложный момент. Я просто вот так вот расширил свою территорию. Как видите, вот здесь вот сейчас стоит стена, которая очень долго ещё будет не атаковаться врагами, потому что туда загрязнение не прошло. И дальше я исследую уже, как видите, вот такие вот предметы. Также я могу исследовать вот это всё. То есть я построил себе исследовательские сектора, которые исследуются по... исследуют модули всяческие. То есть лаборатории, исследующие модули. Смотрите, здесь солярные панели уже есть. Второго уже порядка. Здесь уже генераторы, да? Давайте... Ну вот почему-то не следуется, я не знаю. Сейчас посмотрим, давайте. В общем, вот так вот это... А-а-а! Я понял почему. Потому что я чуть-чуть не доделал. Смотрите, чуть-чуть не доделал. Э-э... Так, нет. Стоп. Вот... Э-э-э-эй! Вот... Почему я так обратил внимание-то? Смотрите, вот опять я чуть-чуть не доделал. То есть вот этот конвейер я не продлил. Вот отсюда его нужно было... Даже, наверное, отсюда его... Нет. Ну ладно. Вот именно отсюда его нужно было начинать его и вот туда вот вести. А не так, как здесь сейчас сделано. Потому что вот эти вот части здесь не будут сейчас перетаскиваться сюда. Ладно. Давайте не будем уже что-то изобретать. Просто переведем. В общем, ладно. Э-э-э... Давайте начнем. И... По-моему, я слишком... Нет. Э-эм... Нет. Стоп. Что-то я... А-а-а! Все, все. Вот теперь сообразил. Я почему-то смотрю на эти конвейеры и не врубаюсь. Все нормально, оказывается, у меня было. Все нормально. Все, ребят. Прошу прощения. Вас же сбил своими же сомнениями. Перепутал, блин. Потому что, ну, немножечко снимает чуть позже, чем уже... Ну и как вот видите... Как видите, все уже пошло. Так же здесь можно, так же здесь. Ну давайте. Вот так, вот так, вот так. Как видите, процесс уже пошел. То есть... Э-э-э... Исследования уже пошли без проблем каких-либо. Ну и в принципе здесь их и не должно было возникнуть ни в коем случае. Потому что уже все как бы и настроено. То есть все механизмы здесь сделаны. Все должно функционировать. Что, собственно говоря, вы сами и видите. Вот здесь уже появилась следующая броня. Модульная броня. Вы понимаете, в чем фишка? Насколько я отстал в апгрейде предметов, что у меня есть даже изучение, где задействованы всего два вида бутылок. То есть насколько же я отстал. Это просто безумие какое-то вообще. Давайте вот так вот, вот так вот. Вот так вот и здесь еще. Так, так, так. Посмотрите, с какой скоростью они исследуются. И ну здесь вот потихонечку все идет. Так, здесь что не хватает? Здесь не хватает... Нет, здесь как раз таки все хватает. А в чем проблема тогда? Почему вот... Ах, ты ж нет. Почему же здесь не исследуется? О, посмотрите, сколько открытий следующих получилось. То есть это открытие для брони своей. Вот здесь же можно исследовать уже не для брони, а для поездов и танков. И вот здесь вот тоже надо подумать, что лучше. Смотрите, вот такая вот броня. Ну, в общем, тут придется так хорошенечко поработать. Здесь она крафтится. Так, ну, как-то непонятно. Здесь, смотрите, портативный генератор энергетического щита. Есть военная робототехника следующего поколения, портативные солнечные панели. Ну, потрясающе на самом деле. Здесь можно так вот. То есть это тоже нужно исследовать, потому что, как видите, здесь 333, потому что вот до конца нужно будет исследовать здесь вот протосильный термоядерный реактор. Давайте, давайте вот этим займемся. Так, отлично. Что дальше? Что дальше я хотел сделать? Посмотреть, как здесь это все крафтится. И, в принципе, можно уже вот эту вот броню скрафтить. Но, а давайте скрафтим. Почему ноты? И я так понимаю, что эта броня, вот сейчас это проверим, кстати. Эта броня мне как раз-то и даст еще дополнительные слоты в инвентаре. Вот именно здесь, если я не ошибаюсь. Потому что, видите, окно расширяется, а как бы результата-то и нету. Давайте посмотрим. Да, как видите, вот сразу еще одна полосочка добавлена. Это потрясающе на самом деле. Так. Давайте еще вот эту броню изучим. Посмотрим сейчас. Размер сетки. Да, размер сетки уже есть. И мы уже сюда можем вкладывать предметы. То есть, допустим, сделать батареи, сделать щиты или еще что-то в этом роде. Но, как-то это, знаете, не то, что ли. У меня их и нету, потому что вот это вот делается исключительно для танков и тому подобное. Пора делать вот этот вот танк следующего поколения. И сейчас, в принципе, по-хорошему не этим нужно заниматься, а добавить немножечко электричества еще. Хотя... Даже... Стоп. Стоп-стоп-стоп. Я что-то не то делаю. Я же здесь решил освещение поставить, а не дополнительные проводники. Так, еще одну броню исследовали. Окей. И, в принципе, сейчас я, наверное, буду заниматься тем, что модернизирую все для танка. Ну, и для танкостроения. Потому что на танке я больше всего езжу. Я не бегаю пешком и стреляю. А именно на танке езжу и стреляю из него. Поэтому танк МК-3. Нужны слитки карбида вольфрама. Карбида вольфрама. Еще раз надо вернуться, посмотреть, как он выглядит. Так, карбид вольфрама. Сейчас очень быстро это все исследоваться будет. Отвлекать будет карбид вольфрама. Ну же, я увидел. Вот. Можно из углерода и порошкового вольфрама делать его. Или оксида вольфрама и углерода. То есть, в любом случае, вольфрам нужен, в общем. Где-то... Где-то я ошибся. Он, значит, выше производится. Да, вот здесь он производится у нас. Так, здесь мы немножечко давайте воспользуемся силой дронов. И увеличим. Вот. Посмотрите. В данном случае здесь используется у нас как раз-таки... Либо из этого. Делается из оксида вольфрама. Которого у меня, кстати, довольно-таки много. Хотя и того, и того вообще много. Порошковый вольфрам. Либо... Из оксида вольфрама. Так, окей. Ну, давайте попробуем... Попробуем что-нибудь сделать. К примеру. К примеру, мы вот так вот будем выкладывать. И, к примеру, вот так вот у нас сюда выйдет завод. Где это все делается? Это делается в синих печах. Синие печи это для сплавов. Для сплавов электрохимические. Для сплавов вот она. У меня вот как раз не хватает этих предметов, чтобы сделать следующего поколения сплав. Точнее, печку для сплавов следующего поколения. Кстати, они у меня, по-моему, и есть. Электрическая печь? Нет. Электрическая печь для сплавов. Давайте их сразу сделаем. Ну, пять штук, чтобы в запасе было. Двигатели дополнительные делаем. Так, здесь мы складываем так, делаем что-то типа вот этого. Единственное, что здесь еще нужно будет, это углерод. С углеродом надо подумать, потому что где-то он у меня здесь есть явно. Ну, это сто процентов где-то он у меня есть, но вот где конкретно нужно подумать. Здесь, смотрите, здесь у нас кончается уголь, и скоро эти печки перестанут работать, химические печи. Но здесь можно будет поставить электрические печи, которым не нужно будет уголь, и все будет в порядке. То есть, уголь у меня здесь кончился, как видите, потому что, эх, надо было сразу так делать, и уголь подавать, ну, как бы, по-другому, что ли. Потому что, как видите, здесь во многих местах нужен уголь, здесь, допустим, нужен уголь. Здесь, в принципе, кстати, вообще везде здесь можно поставить электрические печи. И все, проблема решена, кстати. А давайте так и поступим, почему бы нет? Нет, химические печи, посмотрим давайте, химические печи. Ну, вот электрохимическая печь, можно еще раз их сделать несколько штук, у меня есть уже несколько штук. И, допустим, ну, допустим, допустим, тут вот уже не влезает, вот что, допустим. Так, весь процесс здесь не влезает. То есть, нам нужно, нам в любом случае уголь понадобится, потому что из него именно делается, из него именно делается углерод. В данном случае здесь без проблем мы можем сделать, как бы, любое количество. Так, давайте тогда так и поступим. Переделаем всю эту систему немножечко. Потому что переделывать много. Как раз таки у нас сейчас исследуется. Так. Так, как-нибудь здесь пошло электрохимический. Так. Что я и зачем я делаю в таком количестве? Ну, ладно. Как видите, вот, к сожалению, пока оно сделается. Обычные электрохимические печи. Очень большое количество времени произойдет, потому что вольфрам нужно обрабатывать. Так, давайте еще раз посмотрим. Здесь у нас делается соль. И соль в электрохимических печах. Блин, долго реально делается-то. Где-то у нас происходит атака. Ну, вот это максимум, откуда они могут нападать. Вот с этой стороны. Снизу, ну, тоже могут, но в таком маленьком количестве. Окей. Блин, вот не тем я занялся опять. Все равно в любом случае сюда нужно как-то уголь провести. Поэтому пока они у нас делаются, мы давайте подумаем об угле. Я вот вижу уже, блин, и здесь, посмотрите, эти печи тоже работают на топливе. А можно было элементарнейшим образом сделать, чтобы это работало все на электрических печах. Блин. Печь для сплавов. Ну-ка. Печь для сплавов у меня есть. И давайте-ка мы здесь вот так вот сейчас поступим. Так, секундочку. Немножко, немножко тороплюсь. Допустим, поставим две. Ну, просто предположим. Ба. Пока. Почему ба, я сказал. И хотел сказать да, ну ладно. Окей. Здесь у нас, значит, уголь сразу не нужен. Вот этот конвейер мы убираем. Так. Значит, вот этот конвейер может пойти здесь. То есть, допустим, мы... Что здесь делаем? Мы хотим не боксиды, а слиток инвара делать. Для этого нам нужен слиток никеля. Отлично. Смотрите, что можно сделать. Что можно сделать? Можно сделать, к примеру, вот так вот и вот так вот. Но, как видите, здесь сразу у нас возникла проблема, поэтому мы делаем немножечко по-другому. Притом, именно все красными так же. Ах ты, зараза, а, смотрите. То есть, он в любом случае здесь... Значит, здесь надо немножечко еще извратиться и вот так вот, вот так вот, и вот так вот сделать. Вот. И теперь вот эта часть, она как бы... Вот, отлично. Здесь же мы... Давайте, ну, все исправим, как положено. Так, железо почему-то не идет. Понятно, почему не идет. Красный туннель. Все ставим. Нет. Что-то какой-то косяк произошел опять. Понятно. Вот здесь на самом деле можно было вообще сделать. Вот так вот. Потом вот так вот. Идеально. Вот именно так оно и должно здесь использоваться. Ставим вот так. И все, он начинает закладывать и начинает производить январь. Отлично. Так, здесь убираем и уголь сюда. Уголь, я видел, у нас где-то здесь был. Вот он приходит. Вообще не представляю, для чего он здесь приходит. Серьезно. Смотрите, он никуда не используется. А-а-а, он раньше использовался. Да. Все, ребятки, я вспомнил. Он раньше использовался. Я вспомнил даже для чего. Теперь он просто не используется. Ну и ладно. Конечно же, производим прям под максимум, чтобы вообще даже и не думать об этом. Так, у нас вот здесь вот уголь нужен. Значит, поэтому давайте выведем именно здесь туннельчик. Так, это все исправим и берем длинные, точнее, скоростные конвейеры, которые у нас сейчас пойдут наверх. Здесь мы переключаем вот так вот. Здесь переключаем вот так вот. То есть, пак-пак-пак-пак-пак. Все, как видите, все нормально пошло. Также наверх просто направление меняем. Направление меняем. И, как видите, скорость прям у нас в бешеном-бешеном ритме пошла. Так, здесь немножечко, немножечко нужно по-другому сделать. Сделать нужно примерно вот как-то так. Сейчас. Выйти, пожалуйста, из этого уголка так. Так, так. Чтобы чуть ниже у нас вот здесь вот. Вот именно этого не произошло. А все было нормально, то как бы делаем. Боксиды, не боксида, а углерод уже пошел. И, в принципе, можно даже вот этим углеродом пользоваться. Но для этого, еще раз повторюсь, нужны химические печи. Они у нас вроде бы должны произвестись уже. Электрохимические печи. Вот. Смотрим дальше. Электрохимические печи. Убираем здесь все. Нафиг. Так, вот здесь вот, чтобы освободить место, мы вот делаем... Где-то вот так вот. И... Вставляем. Окей. Подсоединили. Отлично. Дальше. Берем уже вот эти печи и смотрим, как у нас здесь используется... Ага, вода, вода, вода. Так, окей. Трубы переставить не проблема. Это вообще самое такое, самое простецкое, что можно сделать. Смотрим сейчас, как у нас будут работать два... Два... Ну, два завода, получается, да, как бы. Тут вот сейчас немножко как-нибудь вместим. Ммм... Ммм... Окей. Хорошо. Здесь. Так, здесь так. Электричество. Подключаем. Пошло. Так, здесь... Переворачиваем. И... Пошло. Ох, отлично! Готовится очень быстро. Готовится очень много. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Соль. Здесь соль сразу нужно сделать. Конечно, ее очень долго мне еще не понадобится, но все-таки. Электрохимическая печь. Так, ставим соль. Вот соль. Вот вода. Так, значит, ближе. Так, так, так. Вот три поставим. И то это много, по-моему, да? То есть... Нет, давайте две поставим печи. Я думаю, они вполне справятся. Одна справятся. Серьезно. С такой скоростью справятся и одна. Потому что там нереально быстро все производится. С такой скоростью справится и одна печка. Вот серьезно. Прям вообще слов даже... Так. Давайте немножко сэкономим здесь проводами. Потому что что-то тут как-то они здесь так наложены. В таком количестве. Старые модели проводов. Столбов, точнее. Вот и все. Посмотрите. С бешеной скоростью. Все. Он обеспечит теперь надолго и много всего. Так. Здесь же у нас подача вот этого сейчас будет. Окей. Пошло. И что-то пошло не так. Водорода не хватает. Вот это... Вот это белый... Вот это вот... Ужидка усти не хватает. Почему? Теперь понятно, почему не хватает. Потому что у нас здесь вот стоит вот так вот. Вот так вот. И... Теперь мы давайте немножко вернем. Вот так вот наполнение. Пускай начнет наполняться. Потому что здесь я сделал, чтобы этот резервуар не наполнялся с такой скоростью. И можно, кстати, перевести... Немножко поменять направление. То есть здесь вот так вот поставить. То есть поставить... Теперь, чтобы зеленая жидкость не наполнялась с такой скоростью. Окей. Вроде бы сейчас должно все нормально быть. Наполняется, но слишком медленно. Блин. Мне это не нравится. Ладно, не будем торопиться, потому что... Скорее всего, мне не понадобится в таком количестве. Так. Возвращаемся обратно. Углерод, углерод. Где-то, где-то, где-то здесь был углерод. Вот, вот, вот я его делал. Вот углерод выходит сюда. И мне его нужно вот сюда. То есть, в принципе, это не должно быть проблемой. Единственная проблема, которая здесь есть, это расфасовка. Давайте поставим здесь вот этот вот конвейер, который у нас сейчас будет фильтровать это все углероды. Сразу давайте здесь ставим шахту. Подземный туннель. Так. И где-то здесь у нас выход. Окей. Так. И, ну, как-нибудь так вот. Кстати, можно... Можно еще круче сделать. Вот так вот, да. Здесь мы поворачиваем. То есть, в упор мы сделали как бы так. И... Ну, уже чуть-чуть не хватило. Давай. Это производи. Вообще, вот... Даже, как видите, уже не нужно обращать внимание на это. Так. И последний штрих, который нас подводит. Сейчас посмотрим. Ну, подводит к началу создания. Сейчас посмотрим, с какой скоростью он будет все это производить. Эээ... Я вообще победитель. Победитель. Просто победитель. Электропечь для сплавов не очень быстро производит. Нужно следующую. А хотя нет. У меня здесь и нету следующей электропечи для сплавов. Не слишком быстро, конечно. Ну, как говорится, что поделать, да? А в чем проблема-то твоя, чуваки? Да, блин, именно вот из этой белой жидкости вся проблема. Так, давайте здесь вернем трубы тогда. Вот здесь вот тоже убираем. Оп, оп. Все отлично. Он функционирует прямо на все 100%. Так. Эээ... Так, так, так. Ну, ладно, окей. Это производится. Что у нас еще? Слитка корбита вольфрама и нетеноловый подшипник. Эээ... Нетеноловый подшипник. Нетеноловый подшипник. Вот он делается из слитка нетенола. Эээ... Нетенол вроде бы-то у меня есть. А вот нетеноловый подшипник, он делается со смазочкой. И поэтому, наверное, такие как бы возникают небольшие проблемки. Где-то под... Вот, вот, подшипники производятся. Значит, здесь смазочка есть. Значит, мы ее здесь можем и воткнуть. То есть, хорошенечко воткнуть. Сразу... Понимаете, сколько проводов стало лишних, да? То есть... Ну, тогда, знаете мы, как поступим. Мы здесь сейчас начнем их производить. Так, берем. Берем красный. Нет. Синий давайте возьмем. Вот так вот. Спиток. Спиток сейчас делаем. Синий завод. И еще раз. Последок нетенола. Так. Здесь... Вот нетеноловый подшипник. Здесь смазочка. Давайте впритык поставим. Что здесь нужно? Нетеноловый шарик для подшипника и слиток нетенола. А вот это вот немножечко не то, что проблема. Но здесь, в принципе, по-хорошему вот такую систему надо расположить. Но, как видите... Но, как видите, здесь не очень много места у меня. Поэтому я немножечко сейчас смещу здесь. Поставим вот что-нибудь типа такого поставим. Такую же систему, как и здесь. Просто в данном случае мне сюда только нужно будет подать смазочку. Машинную. Так. Поставить синий сундук запросов, который мы запрашиваем нетенол. Нетенол, нетенол. Слиток нетенола. Допустим, 400 штук. Здесь сразу мы складываем. И вот сюда же. Так. Здесь уже, как видите, начали складывать нетенол. Отлично. Здесь же мы еще вот так вот поставим. И шарик, да? То есть нетеноловый шарик, который у нас производится. Здесь мы ставим... Титановый... Не тянул, лучше надо это поширить. Как видите, производство началось. Здесь складываем в сундук именно запроса. То есть пассивный. Давайте два стака. И в принципе, я думаю, ничего меня не останавливает уже, чтобы сделать танк МК-2. Давайте пока что вот так вот закажем танк МК-2. А МК-3 вот сейчас будет делаться. Так. Так. И пойдемте еще вот эти плиты возьмем, которые новые у меня производятся. Просто другой вопрос, что не так быстро, как хотелось бы здесь производиться. 21 плита всего лишь произвелась, а мне нужно их 40. Ну да, не очень быстро. Так что здесь, в принципе, по-хорошему, надо бы уже, ну, как-то автоматизировать все. И давайте-ка мы этим и займемся. Потому что я опять сделал такой, типа, ну, как сказать... Как бы это выразится это правильно. Ну, чтобы ко мне никто не приставал. Вот так вот я сделал. Ладно. Как бы здесь сейчас красиво запилить все. В принципе, нет проблем с этим. Единственная проблема, это вот этот конвейер, который мы сейчас вот таким вот образом убираем. Здесь вот таким вот образом вот так вот и вот так вот выводим все. Здесь мы ставим так и, ну, к примеру, что-нибудь типа такого. Блин, ну, слишком медленно производят. Ну, что такое-то? Я-то думал, сейчас они будут производить еще быстрее. Но нет. Так, единственное, тогда... Работают-то они быстро, а вот... Да нет, они работают... Ладно. Тогда не будем торопиться. Тогда у меня есть немножко... Прибежал мимо, блин. Есть небольшой вариант, как это можно... Ну, как бы это сказать узко... Тут вот... О-о-о-о... Здесь... Здесь вообще нету производства, потому что... Не знаю, почему. А, потому что нету вот... О-о-о-о... Ну, потому что у нас нету соляной кислоты здесь. Тогда мне вообще требовать, в принципе, ничего нельзя. Потому что здесь слишком все медленно. Электропечь для сплавов. Ну, и давайте как-нибудь так. Вот так вот. Здесь мы ставим так. Здесь ставим так. Ну, и пошло длинным и коротким манипулятором. Здесь складываем в один сундук. То есть... Ну, ладно. Не очень быстро получится, конечно. Но... Надо придумывать уже за кадром, как здесь решать проблему с этой белой жидкостью. Я смотрю, как она там у нас называется с водородом. Ну, вот, в принципе, он начинает копиться даже. Я смотрю потихонечку, медленно-медленно, но он начинает скапливаться. Это хорошо. Это хорошо, реально хорошо. Нет, сразу вот в минус пошло как-то. Ну, ладно, окей. Тогда не будем торопиться здесь вот как раз-таки. Что-то как-то все вроде бы и заработал. Давайте я нажму на паузу, наверное, и... А, нет, все нормально. Все, пошел крафт танка МК-3. Кстати, почему у меня нету запроса на вот эти микросхемы, а я их делаю в инвентаре? Это странно. Отлично, ребят, отлично. Что это у нас? Это батарея на один... То есть я модернизирую батареи. Ну, смотрите. Пускай идет модернизация батареи. Смотрите, что дальше можно тут подумать. Что еще можно делать? Солнечные батареи, которые будут там генерировать энергию. Потом вот какой-то... Что это такое у нас? Максимальная выработка энергии это... Какой-то генератор, не знаю, ядерный или еще что-то типа такого, что ли. То есть, смотрите, можно танк сделать из него... В него запихать дронов. В него же можно запихать... Ну, сейчас вот давай... Нет, долго. Слишком долго. В него же запихать... Стоп. Вот. Вот, все, нормально. В него же запихать всяческие пушки. Щиты, которые будут защищать сам танк. В общем, в принципе, танк можно модернизировать до безумия какого-то просто. Ну, реально. До очень больших-больших размеров делать, не знаю, каких-то... Не просто танк, а какую-то крепость, которая ездит. Так, смотрите. Ну, здесь вот дальше, допустим, для использования вот этих батарей нужны, видите, эти яйца, да, так скажем. Эти артефакты инопланетные. Хм. Ну, они стоят 360 МЖ, 600 МЖ. Смотрите, а вот это что? Максим электропотребление, бонус передвижения. Вау! Это дополнительные двигатели, ребятки. Это круто. А это у нас... Здесь у нас устанавливается как раз-таки шахта дронов, я так понимаю. То есть мы сможем боевых дронов, наверное, сюда запихать. Да, скорее всего, боевые дроны, да. Вот Defender Robot Distractor. Дистрактор. Не знаю, атакующие, что ли. Это, наверное, тоже Defender Robot. Они, наверное, отстреливаться как-то смогут. Интересно, надо будет их тоже попробовать потестить, скрафтить. Потому что в данный момент у меня только это остается и ракетное изучение. То есть, ну вот, посмотрите. То есть я могу сейчас изучить, к примеру, вот эти фиолетовые модули. И, ну, тут еще синий модуль. И, в принципе, начать ракетную... Ракету делать. То есть ракетную шахту. Так что такое дело, ребят, понимаете? Я уже, в принципе, вот в двух шагах, как бы, к началу подготовки к запуску ракеты. Но хотелось бы посмотреть все в этой игре. Кстати, вот по поводу новой брони. У нас нужно 250 вот этих вот фиолетовых... Ээээ... Иц. В данном случае танк-то у меня скрафтился же. Так, я же танк заказал. Вот он, скрафтился. Так, давайте еще немножечко... Сейчас спустимся. Где-то у меня здесь лаборатория, где у меня раскидывается все. А, вот она. Ну, не лаборатория, а такая установка, да? Где у меня... В автоматическом режиме пролетают даже, смотрите. Воу. А вот это прикольно. То, что... У меня такие вот есть, а... Понимаете, у меня мелких-то и нету. Но в этом нету проблем, на самом деле. Мы сейчас можем собрать их в любом количестве. Только буквально танк сейчас заведем, и все начнется как нужно. Давайте перекинем все в танк, в новый. Он у нас такого желтого цвета. Единственное, что я для этого танка сделаю, я уже поставлю там не уголь, а хорошее твердое топливо. Мне нужно... Можно было, кстати, запросить, но ладно. Мне вот нужно раз, два, три, четыре... Четыре стака. Сейчас посмотрим, сколько там вообще складывается. Я уже, смотрите, в такой... Уже в такую броню хорошей. Ну и сейчас скрафтим себе тоже броню. Еще одну. Эх, ну ладно. Как говорится... Не знаю я на все сто процентов эту игру. Так, посмотрите, танковый лазер какой-то есть. То есть здесь уже можно не только из пулемета стрелять, но и из лазера. Интересно, одновременно или не одновременно? Нет, здесь вот, как видите, надо переключать, да? То есть... Так, и давайте как-нибудь переложим... А, кстати, здесь прям есть. Давай, начинай крафтить. А мы пока начнем перекладывать предметы. Только вот как бы это сделать? По-хорошему. Так, вот это можно выкинуть. Что еще мы можем выкинуть? Так, соль. Вообще всю. Вот это вот можно убрать. Углерод можно убрать. Вот это тоже можно убрать. Транспортные дроны давайте тоже уберем. И трубу вот эти вот уберем. Здесь МК-4 резервуар. Ну, пускай он лежит. А здесь у нас турель МК-3. Их надо превратить в МК. Раз, два. Нет ингредиентов. Нитиновый подшипник. Что? Ой. Ой-ой-ой. Не то. Вот так вот. И здесь снайперская турель одна у меня есть. Да, блин. Давайте вот так вот. И еще можно, наверное... У нас достаточно много, короче. Ладно. Вот теперь вот с инвентарем нормально все. Так, давайте именно эти патроны перекидываем. Потому что именно ими я пользуюсь для... Силова тысячи... О, вот она новая-то. Панк еще один слот. И броня видом не поменялась, конечно. Хотя у меня там какой-то... Что-то торчать начало. Ну ладно. Еще раз давайте проверим. Десять тысяч. Пятнадцать тысяч, да? Ну вот, да. Все, вроде бы-то лучше. Пять на пять. Семь на семь, да. Так, окей. Что можно уже сделать для двигателя? Ой, для моего, допустим. Давайте посмотрим. Вот этот отсек. Десять на шесть. Тут, конечно, не все влезет, что хотелось бы. Но все-таки факт остается фактом. Нужны вот эти вот... Ух! Прям серьезно так хочется. Так, ну, смотрите. Написано желтые инопланетные и розовые инопланетные. А, мне нужно еще вот здесь вот. Притом они маленькие показаны, да? То есть нужны. А... Стоп, я типа их сам буду крафтить, что ли? Да, я их могу скрафтить, но... Что-то я не понял немножечко. В плане... Так, сейчас разберемся, ребятки. Сейчас разберемся. Так. Вот это вот нужно положить. Все остальное пускай у меня в инвентаре лежит. Зачем я именно такие вот брал? Что-то я не понял. Где у нас еще разочек? Давайте проверим сейчас быстренько мою теорию. Так. И вот смотрите. Чтобы скрафтить здесь нужно... Желтый, оранжевый, синий и фиолетовый. Желтый. О, точнее оранжевый. Вот этот вот синий и фиолетовый, по-моему, да? А, чего? Его розовый ин... Это розовый, что ли? Это розовый? Ну ладно, что-то... Да. Здесь именно нужны такие. Так, это у нас батареи. Но вот у меня нету генераторов никаких пока что. Этот двигатель на 30% ускоряет. Здесь на 60 нитиновые подшипники нужны. Для этого давайте закажем себе нитиновых подшипников. Не знаю, подшипников сколько есть. Только принесут пускай. Здесь пока пускай крафтится. О-о-о-о-о! Вот это скорость крафта! Точнее, вообще на ее нету практически. Очень долго это все будет крафтиться. То есть подготовить... Подготовить мне как бы какое-то устройство. Это будет очень долго. Это будет очень муторно. И при этом при всем бессмысленно для этого настраивать какой-то... Процесс крафта, что ли? Потому что... Ну просто... Присмотрите. Мне вот здесь нужно будет потом вот это настроить. Потом вот это. 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 Притом... В принципе, можно настроить, конечно. Но вся фишка в том, что... Как сказать? Надо будет это все делать. То есть запрашивать все дронами. Ну и как-то это вот, ребятки, меня останавливает. Это батареи. И, ребят, они занимают один на один. Хорошо. Но вот двигатель можно два, наверное, двигателя. То есть это вообще же он два на два будет. А интересно, если два двигателя поставить, он будет быстро носиться. Ух! Столько вопросов. И, скорее всего, это все мы будем уже решать в следующей серии. Потому что, ну, сами понимаете, сейчас я просто тупо не смогу все скрафтить. А хотелось бы скрафтить довольно-таки много предметов. И, скорее всего, к следующей серии я скрафчу самые, самые топ-топ-топ предметы. И уже будем... Так, здесь танк давайте сложим в утиль. Скрафчу самые топ-топ-топ предметы. И уже будем думать, что мы с ними будем делать. Так, здесь фугасный снаряд. Давайте их заберем. Они мне не нужны. Надо снарядить нам танк. По полной программе всем, чем есть. А есть у нас и вот это должно здесь. 292. Отлично. Фугасные патроны. Извините, но они мне не нужны уже. Фугасные совершенно отвратительные. Мне не очень понравились. Слишком... Ну, ближний бой. И как-то это совсем не круто. Здесь в чем-то проблема. Со сталью проблема здесь. С железом нету проблем. Все нормально. У меня печки, они почему-то так... Довольно-таки медленно делают все равно. Странно. Ну ладно. В дальнейшем, в принципе, да, то есть остается только исследовать. Исследовать, 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 исследовать. Исследовать и еще раз исследовать. Смотрите. Плазма, кэнон, какие-то пушки. Блин, время вышло. Уже здесь дополнительные просто лазерные дефенс пушки. У-у-у, ребятки. Просто у-у. И вот серьезно. Придется все это исследовать. Но я, скорее всего, уже все это исследую. И покажу вам действия, так скажем, всего уже в следующей серии. Мне кажется, так будет правильней. И я думаю, все-таки, наверное, лазерные патроны тогда можно сделать. Потому что, раз у нас есть лазерный... Эээ... Возможность стрелять лазером. Допустим, вот такие вот патроны из... Эээ... Алмазные батарейки для лазерного карабина. Понимаете, да? Довольно-таки интересно. Хотя бы попробовать, что ли. Ставьте лайки этой серии. Она такая... Как бы сказать, довольно-таки интересная. И, знаете, она уже такая близка к концу. То есть... Не то, что близка. Он... Он уже виден, этот конец. Потому что я не знаю, сколько у меня займет времени крафта всех предметов для ракеты самой. И здесь вот такой вот момент. Сколько это займет, это сложно сказать. Блин. Вот что нужно. Вот эти вот генераторы. Два на два. А самый последний у нас... Очень сложно крафтиться. Модули продуктивности восьмого поколения нужны. Ну, ладно. Что ж. Все это тоже нужно будет автоматизировать. Всем всего удачи и пока.